Тбилиси 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 Версаладзе, семья Версаладзе жила не здесь, они жили на улице, которая раньше называлась Петра Великого, потом Лабораторная, потом вообще Феликса Дзержинского, сейчас эта улица называется Инга Роква. А потом уже из Ленинграда Солико Версаладзе переехал вот сюда. Когда он искал квартиру для себя, он поручил это своей сестре, и сестра сказала, ты знаешь, есть очень хорошая квартира в Сабуртало и домик с двумя комнатами, но во дворе глицинии. И Версаладзе сказал, берем глицинию. Солико Версаладзе, иногда его называют Сулико, но есть такая знаменитая песня, а как ее церетели, да? Так вот Сулико, если переводить на русский, это получается душечка, и вот этой самой душечкой, наверное, можно назвать и Солико Версаладзе. Случайно мы здесь находимся в этот день, потому что 13 января Солико Версаладзе исполнилось бы 105 лет. Был интереснейший человек, он не был, конечно, душечка в понимании такой ласковости, да, можно сказать. Он был достаточно строгий человек, но, собственно, наверное, и не получился бы такой большой художник, если бы Версаладзе не был жестким человеком. Он мог и прикрикнуть, а мог и вовсе наорать, но зато появлялись спектакли. И спектакли были совершенно невероятные, когда говорили, боже мой, какой у большого театра гениальный осветитель. А это был не осветитель, это все делал сам Версаладзе. Он учился в Тифлисе, в студии итальянки Перини. Вместе с ним, кстати, училась и Нинора Мишвили, будущая основательница знаменитого, легендарного ансамбля народного танца. Вместе с своим мужем, Солико Сухишвили, они это создали. И вот так вместе с ними учился и Версаладзе, и поэтому он понимал в балете, как никто другой. Но я сегодня хочу вспомнить не только историю Версаладзе, но и историю Мани Багратиони. Именно так называли Марию Георгиевну Багратиони Мухранскую, дочь грузинского князя и родную сестру, последней де юра, вдовствующей императрице России Леонида Георгиевны. Была большая любовь. Мария Георгиевна и Солико любили друг друга, случилась свадьба, а потом Мария Георгиевна была арестована. Ее отправили в лагерь, и в этом лагере она постоянно ждала писем и посылок от Версаладзе. И тот ей посылал, но тюремщики не передавали ни письма, ни денежные посылки. И когда Марию Багратиони освободили, она вернулась в Тбилиси, она не просила Версаладзе, а вот этой, как ей показалось, измены этого предательства, и больше они не общались. Мария Багратиони жила вот неподалеку от этой улицы, на улице, которая сегодня носит имя Ладо Гудяшвили. И, видимо, правда, было какое-то серьезное чувство, до конца оставалось, потому что Версаладзе не смел пройти по той улице до своего последнего дня. Его не стало в 89-м году, прожил не такую большую жизнь, как мог бы, наверное, прожить вот этот патриарх не только грузинской театральной живописи, но и живописи театральной мировой, такой сопостановщик всех великих балетов Юрия Григоровича, но у судьбы сослагательного наклонения не бывает. И вот когда Манана Хидошели, племянница Версаладзе, разбирала его архив, не так давно это случилось, она открыла один из шкафчиков, который не смела открывать после его смерти, вот проходили годы, и когда она его открыла, то она там нашла портрет, сделанный тушью. Это был портрет Марии Багратиони Мухранской. И вот сегодня, вот в эти постновогодние предкрестьянские дни, ну, праздничные дни, мне хотелось вспомнить этого человека и побывать вот в этом доме, доме, где родился Щелкунчик.